Приветствую вас, поскольку вы взрослый человек, то на вас, соответственно, лежит ответственность. На вас лежит ответственность за то, что происходит. Во-первых, вам нужно определить то, что вы чувствуете в этой ситуации в целом. То есть, понимаете, если вы... Ведь видите, сестра, она, может быть, чего-то сейчас не осознаёт, да. То есть, она не осознаёт того, что она делает. Она не осознаёт тех последствий, которые могут быть у её действий. И не осознаёт, как ей повезло с братом, допустим. Но этого не осознаёт. Но если вы донесёте до неё резко свой отказ, если вы отвергнете её как женщину, а то, что... То, что сейчас происходит, можно с уверенностью назвать первым проявлением такой её женственности. Хотя, конечно, это, ну, безусловно, не самое лучшее его проявление, да. Её, точнее, проявление, проявление женственности. Но, тем не менее, это оно, это проявление женственности её. Если вы отвергнете её женственность, то у неё потом в жизни могут быть достаточно серьёзные проблемы из-за этого. Поэтому действовать здесь, на мой взгляд, нужно очень осторожно и ни в коем случае постараться её не обидеть отказом. Потому что ещё раз повторю, что ваша сестра, она живёт в своём мире. Это не мир взрослых, это не мир взрослых отношений. И сейчас она переживает период полового созревания, который у неё проявляется вот так. Поэтому отнестись к этому нужно с пониманием. Определитесь со своими чувствами, в первую очередь, к тому, что сейчас происходит. Определитесь с тем, как вы восприняли её такой, ну, подход, условно говоря, к вам. Как вы восприняли её такое поведение? Выразите ей это самое отношение. Вот просто выразите, выразите это отношение словами. Вот. Почему это важно? Это важно, чтобы она увидела ваши чувства, чтобы она не увидела вашу родительскую позицию, которая ей что-то запрещает, которая её как-то принижает, которая снова и снова демонстрирует ей, что она находится в проигрышной ситуации и так далее. А чтобы она увидела, что вы чувствуете что-то, что вы относитесь к ней с пониманием, что вы отдаёте себе, например, отчёт в том, что происходит, отчёт в том, как происходит и так далее. То есть, чтобы у неё было это понимание. И дальше, то, что вам нужно, это просто придерживаться того курса чувств, который у вас есть. Я думаю, что при любом раскладе, если вы выразите ей своё отношение к этому, я думаю, что при любом раскладе хуже не будет. То есть, возможно, разные варианты, возможно, абсолютно разные развития событий. Не все варианты развития событий могут считаться морально приемлемыми в данном контексте, в данной такой вот сложной теме. Но мы говорим всё же о человеке, мы говорим всё же о живом человеке, мы говорим всё же о будущем человека. И если мы говорим о будущем человеку, то нам надо смотреть в это самое будущее. Очень сильно можно навредить своими действиями неприготовленному человеку, неопытному человеку, который вот так себя ведёт. Другой вопрос, что мне показалось, что это, знаете, это своего рода такой вызов. Вызов, я не знаю, то ли вам, то ли вызов родителям. То есть, у меня не возникло ощущение, что здесь имеет место быть именно желание. У меня такое ощущение, что она вот как-то вот, ну как-то не знаю, зло это делает, что ли. Вот такое у меня возникло ощущение, я не берусь утверждать этого наверняка, но такое ощущение у меня возникло. Если я прав, то опять же нужно с этим разобраться. Вот. Так что, я думаю, такой ответ вам можно дать. Безусловно, это не простая история, и мне очень жаль, что вы оказались в такой ситуации, и мне очень жаль, что вы оказались перед таким выбором, вот. Но, ещё раз повторю, что думать вам нужно именно о своей сестре. Если, если вы её любите, если она вам дорога, то вам вот желательно именно о ней думать. А думать о ней, это не всегда означает запрет. Это позиция, которая не всегда и не совсем идёт в ногу с моралью, да, с моралью. Но это та позиция, которая мне представляется наиболее гуманной по отношению к ребёнку. Вот. Она ещё именно ребёнок. И её сексуальность, которая сейчас проявляется активно, она не должна быть подавлена, она не должна быть обесценена, она не должна быть уничтожена неосторочными действиями, неосторочными движениями. Вот. И ни в коем случае не должна она ассоциироваться у ребёнка с какой-то грубостью, с отвержением, с обталкиванием. Вот. Такая вот история. Я понимаю, что, как бы оно, я даю себе отсчёт в том, что, возможно, вам не понравится то, что я говорю. Я даю себе отсчёт в том, что подвергаю некому риску, по сути, и вас, и вашей сестру, но мне кажется, что этот риск оправдан. Это то, что, мне кажется, идёт именно на пользу. То есть я выступаю именно за пользу людям, а не за вред. И в такой деликатной ситуации, в таком деликатном вопросе, как секс, мне кажется, что это особенно важно. Ладно. Вот. Поэтому я думаю, что мой ответ может быть таким. Вот. Я не призываю, я не призываю соглашаться с собой, я не призываю вас разделять мою позицию. Возможно, напишут коллеге другое мнение у коллег будет, которое вам понравится больше, но с моей такой вот гуманистической позиции, ситуация выглядит именно так, именно таким образом. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если он понравился вам. Я буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи!